Мы считаем, что эта инициатива очень важна для того, чтобы не допустить действительно вывоза браконьерской добытой икры. Но при этом здесь очень важно не допустить того, чтобы те граждане, которые добыли их в порядке любительского рыболовства или просто едут в гости с Камчатки, легально ее приобрели, не могли вывезти ее в багаже авиационным транспортом. К сожалению, нам пока не удалось найти здесь правильного решения именно с юридической точки зрения. Оно не подходит для того, чтобы включать ее в правила безопасности перевозки. И поскольку не соотносится, действительно, непосредственно имеет отношение к безопасности авторой, а второе, и с точки зрения контроля через ветеринарное оформление, тоже мы не смогли сделать так, чтобы для гражданина вывозящего это было просто, потому что потом требуется погашение этого ветеринарного сертификата, и, конечно, возникают определенные сложности. Сейчас мы видим переговоры о том, что, возможно, одна из авиакомпаний сделает это в порядке эксперимента и введет это как требование авиакомпаний. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Но еще раз хочу сказать, для нас очень важно, чтобы мы, с одной стороны, конечно, вот этот достаточно большой объем перевозимой икры, добытой браконесным путем, смогли остановить, но при этом для гражданина не было серьезных сложностей, если эта продукция добыта легально. Но уже в этом году, дополним, мы, несмотря на сложности юридического характера регулирования, существенно ужесточим контроль в аэропорту за массовой масштабной перевозкой икры. По-простому говоря, если один и тот же человек десятки куботейнеров икры перевозит, то соответствующие уполномоченные правоохранительные органы будут более жестко контролировать и выяснять происхождение. Это будет поводом для выяснения происхождения этой икры и подтверждения легальности ее происхождения. Эту работу в 2021 году в аэропорту мы совместно с контролирующими правоохранительными органами рассчитываем обеспечить.